Это животное называется Red River Hog. Получается как красная свинья в красной реке. О, разбудили его. Слушай, какие у них вообще уши. Ой, 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 ой. Всё, один двинулся, все побежали. Всё-таки у них косички на ушах-то. О, всё, тёпленько, тёпленько построился. Лучше спать вместе, да. Тёпленько. Вот что такое их ведёт хозяин-то. Ого, зевнул. Такие хрюкалки прелесть просто. Здесь находятся африканские львы, здесь львица. Вот там дальше лев отдыхает. У них, я так поняла, у всех обеденный сон. Здесь ужасный звук, здесь продолжают строить, лучше улучшать зоопарк. Я не знаю, как животные это терпят, но вот здесь вот стоит такая фигня, которая всё это, ну, вбивает в землю. И насколько я поняла, они ремонт делают. Вот здесь у нас страус ходит такой деловой по дорожке. Вот он он. Слушай, так вообще даже внимание обращает. Нет, обратил. Насколько я поняла, гусю просто здесь классно. И вот здесь вот находится гнездо. Смотрите. Это канадский гус. Вот она высиживается в птенчиках, но она живет в зоопарке. Соответственно, она защищена, правильно? И что, прямо на земле. Зебры. Ну и там еще больше остриджиц. Я так поняла, у них тут симбиоз происходит. То есть остриджи совершенно спокойно. Остриджи это у нас страус, да? Страусы совершенно спокойно уживаются зебрами. Походу они друг с другом не конфликтуют, поэтому им дали совместное проживание. Вообще интересно. Слушайте, все время спорят, да? Это белая лошадь с черными полосами, а черная лошадь с белыми. Вот и поги разгадывай. Видите, они там стройку делают. Все гремит. Я не знаю вообще, как животные это выносят. Здесь очень, думаю, здесь есть уроки летом. Они рассказывают тебе о дикой жизни, о Африке и всякое такое. Здесь мы зашли в африканский тоже какой-то тут... Ой, 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 рыба тут друг гоняет. Смотрите, сколько рыбы, с ума сойти. Это тоже такая африканская... Не бросать ничего в воду, руками воду не трогать. Ну ясно, как всегда. Это такая африканская закрытое помещение, где создается определенный климат. А, вот как они называются. Циклиды. Все красивые циклиды. Их тут так много. Вау, обалдеть. Ну, очевидно, специальная температура поддерживается. Вот видите, все. Это rain forest. Здесь есть температура леса. Вот здесь вот написано, что rain forest необходима для нашей природы. Так, if contact with gorilla, they don't appreciate banging on glass or staring. Да, не смотреть на них напрямую. Sleeping near crocodiles is discouraged. Make no attempt to feed the animals they are already eaten. Но нельзя их кормить. Это ясно. И возле... А там тут что-то есть? Или это просто здесь такая избушка сделанная? Не знаю, можно не сюда заходить. Наверное, можно. Snakes. Ооо. Вау. Вау. А, это только они, допустим, в Африке, да? Там у них всякие разные такие вот комнаты, где они если... Ооо. Вау. Какая красота. Смотрите, какие бабочки. Вау. Красота такая. Ооо. Это кожа змейная. Вау. 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 Орингутаны. Орингутаны. Я думала, что это что-то другое. Смешно. Ну, противомоскитные типа сетки и всякое такое. Ну, это приблизительно как выглядит избушка. Там, очевидно, где первооткрыватели всякие разные живут и все остальное. Ну, мы сейчас пойдем дальше. Посмотрим, что нам представит Рейнфорест. Я знаю, что я вам сейчас снимаю мышку. Ой, какая она хорошенькая. Господи, ты боже мой. Мышка. Ну, и какой она маленькая. Ну, как можно этого бояться? На самом деле, вы знаете, что здесь находится летучая мышь. Сажи сперху ногами. Ой, дерутся, слушайте. Смотри. Смотри. Они так ползают, ощущение, что они вот-вот оборвутся. А на самом деле не обрываются. Вот одна висит. Обалдеть, да? Так. Я тут мышки бегаю. Смотрите. Это the cutest thing ever. Ну, такая миленькая игренность. Да быстро бегать, я за ней камерами не успеваю. А вон одна там кушает. Кушает завтрак у меня, завтрак. О, не видно. Ну, в общем, удобно. Потому что голова кверху. У тебя этот салат, он так или иначе в рот заваливается. По мере этого притяжения-то. Малово. А вот еще одна идет сюда покушать. Ну, там полноты. Все интересно там. Ой, 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 ой. Длинный, слушайте, народ. Серьезная вещь, что происходит очень. Ой, смотри, у них только эта рука, которая не цепляется. Это всего лишь один палец. Видишь, да? А все остальные пальцы, они как на крыле. Ну, тоже неплохо. Вот, совершенно вообще всех выгнала по ходу. Но тут самое главное. Здесь у нас крокодильчики. Вот, пожалуйста. Я, насколько я поняла, они вот достаточно спокойные животные до поры до времени. Но здесь вот они могут поваляться, а вот здесь вот они плавают. Как-то дается rain forest. Вот так. Разбрызгивается влага. Здесь очень жарко внутри, кстати. Специальный климат, как я уже сказала. Приматы. О, приматы, это интересно. горилла. To be or not to be. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Я все очень сильно уважаю животных. Сложными живут. Мне кажется, что здесь они все-таки лучше в условиях, потому что на них никто не охотится, правильно? Да. А в дикой пройде на них охотятся кто-то или они находятся наверху. Потому что они наверху находятся. Наверху. Фудчейн. У нас они как упадут в бассейнских поделах. Ну да. Но они умные. Очень умные. Я извиняюсь, что я так напрямую снимаю камеры. Маленький. 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 Мама отдыхает. Еще рядом сидит. Вот у нее гориллы. Видите, написано, они critically endangered. Их совсем мало осталось. Вот у них такое вот жизненное условие есть, чтобы они могли... Я знаю, у них снаружи тоже очень большое еще есть такая клетка, где они могут и играть, и все остальное. Здесь достаточно хорошие условия. Я поняла, это Побиана. Или это бабун. Окей, great. Деловой такой. Чем-то мы еще тут слушаем. Так сосредоточен, главное. Вот сейчас не будет там копать. Вот все. О да, это важное дело. Ну спасибо. Обезьяна, вид сзади. Слушай, какие усы. Обалдеть. Леша, здесь инструмент, посмотри. Такое лицо интересное, да? Ты знаешь, что так лицо разукрасила природа? Давай. Давай. Вот так вот, проходя мимо забора, вот на заборе у нас тут такая чудо сидит. Слушай, как это он так? Наверное, они ходят сами по себе здесь гуляют. Вот так вот. Привет, красавец. Вон какой ты красивый-то. Смотри. Какая красота-то развивается на заборе-то вообще. Обалдеть-то хвост какой-то красивый. Ну что ты там сидишь-то? О господи. Вот этот, кстати, звук издает. Вот сейчас вы слышали. Это был этот павлин. Это у них такие голоса. Так. Розовый фламинго. Розовый фламинго. Розовый фламинго. Да. Их же нужно только определенный какой-то криль, по-моему, да, чтобы они ели, чтобы они розовыми были. Иначе они не будут розовые, они будут белые. Белка-белка разъелась. Это черная белка вообще, слушай. Такая большая. Откормилась на харчах, короче. Здесь. Они все меченые, я смотрю. Ой, утка приземлилась там. Плавает. Вот фламинго. Я помню, мы когда были в Сан-Диего, то там их намного, конечно же, больше этих фламинго. А как они выдерживают холодный климат? Наверное, нормально. Их там было больше. И как вот один фламинго побежал в одну сторону, все так ломанули с другую сторону. Другой побежал в другую сторону, все так ломанули с другую сторону. И так толпой прям целой бегали. А так смешно было наблюдать за ними. Эн Макс. Это моя компания, которая поставляет мне энергию в дом. Баобаб какой-то. Тут стоит. They're not alive, right? Так, ребята. Меня сейчас зависть задушит. Знаете, это все живое. Это все орхидеи. Oh my god. Боже, какая красота. Смотрите. Все орхидеи, все до одной живые. Ох, какие вот эти красивые. Бог ты мой. Они живые точно? Ну а то написано, их не трогать. О, не трогать. Ясно. Все. Мне такого никогда не вырастить. Нашла главное дерево канадцев. Cinnamon. Что значит? Корица. Коричное дерево. Вот оно, оно, что корица. Вот так вот оно выглядит. Сейчас отойду в сторону. Вот, видите, что же приближает. Вот это вот коричное дерево. То есть оно достаточно высоко. Да. Еще канадцы его страшно любят. Здесь, походу, поддерживается такой тропический климат. Тут тропический, достаточно влажное, тепло. И выращиваются, ну там, экзотические растения. Я даже не знаю. Я думала, тут бабочки есть. А с бабочками тут это, ну, медным тазом накрылись. Потому что я знаю, что такой же самый сад с тропическими растениями, бабочками я видела в Виктории есть. А может быть, когда-нибудь мы туда попадем, даст Бог? О, слушайте, а у меня вот это вот растение, вот эти вот листики, вот такие вот полосатенькие, они у меня росли в Украине на окне. Вот это вот оно, костотропическое. Алеш, мы вот это полосатая в Украине выращивали вот такое вот. Я не знаю, что это, я уже не помню, как оно называлось. Если кто-то помнит, напишите, вот это полосатая. Тут какие-то самолеты летают над нами. Это закрытое помещение, это такой большой грингауф. Ну, для того, чтобы можно было поддержать. Ой, слушайте, это как орхидеи какие-то, да, воздушные. Видите? Вот здесь спускаются. Они же имеют воздушные корни, правильно? Некоторые. Вот это дерево называется авокадо. Вот это вот. Вот я вот снимаю крону. Вон, видите, написано. Авокадо. Я его, в принципе, люблю. Но я не наблюдаю плодов на этом дереве. Походу, все ободрали и съели. Алеш, что-то нашел кого-то? Нет? Черепашка. Черепашка? А вон она там зависла, зависла, смотрю. Да. Не видно ее, наверное, на камере будет, но там головато в читании одна. Такие. Пошли дальше? Чапирашки. Разрешают бросать монетки? Я не знаю. Ну, люди, знаешь, они, как они, бросают монетки, независимо от того, разрешают им или нет. Желательно, конечно, не бросать, потому что они окисляются. Смотрите, какие орхидеи. Делись просто. А вот еще орхидеи. Красота-то какая. Обалдеть просто. Кофе. Арабика. Вон мне писала одна подписчица. Говорит, арабика моя любимая кофе. Вот оно. Вот это дерево. Ну, ты куст. Вот оно. Вот оно. Арабика кофе. Растет. Что-то еще есть? Раффл Палм. Раффл Палм. Такие пальмы тут, короче. Мы тут в джунглях оказались. О, вот бамбук. О, слушайте, а на этом дереве даже что-то произросло все-таки. А что-то у нас такое здесь? Надо пойти почитать. Что-то у нас там растет. Вот это Sugar Cane. Сахарный тростник. Вот он у нас. Слушайте, может пожевать. Так. Папайя. О, это папайя выросла там. Вон она. Сейчас покажу. Вон она. На дереве болтается. Ну, бамбук, как всегда. Вот он он. И это тоже бамбук. Ой, что-то я голодная, остановлюсь. О, какие метелки. И вот такие цветы там. Вот это вот из этого мебель делают. Вот из этого, да, тоненького. Но она маленькая здесь еще. Слушайте, но он такой красивый мебель делает. Здесь у нас бегают верблюды. Близко они подходим, они плюются. Может им еще не понравится. Вот сюда давай, в Евразию давай зайдем. Посмотрим, что в Евразии есть. Вот в этой загородке сейчас живет носорог. И они сказали, что мы знаем, что это помещение было создано для слонов. Всех слонов сейчас на данном этапе отправляют нас в Калифорнию, чтобы они могли жить вместе. И говорят, что это бесчеловеческое отношение к животным, если они держатся в неволе. Поэтому они сюда разместили носорога, а слонов, естественно, отправили в Калифорнию. Есть много видео по спасению слонов, как их перевозят в Калифорнию, каким образом это все работает. Очень интересно, кстати, посмотреть. Я пересмотрела массу видео. Одного даже везли на самолете, специальный такой самолет взяли. И везли его на самолете в Калифорнию, потому что необходимо слонам, оказывается, общаться друг с другом. Мы об этом мало что знали до этого. Думали, что в зоопарках с ними все в порядке, а на самом деле получается, что нет. Вот носорог, который живет внутри. Естественно, рог у него убрали. Скилт. Вкусненько. Уши такие классные, с кубочками. Тяжелое животное. Как у них со зрением, Алеш, ты не знаешь? Они хорошо видят вообще или нет? Климп. Они бегут по прямой и все раскупаются. Вот тут написано, дикие птицы на земле. Keep your distance, don't feed them, watch your kids. Ну да, они могут запросто устроить разбор полетов с детьми, потому что... Смотрите, здесь все осушено, но так походу я поняла, они переделывают кое-что. Здесь сибирская вот такая маска, где называется он. Олень сибирский такой. В Канаду его привезли. Живет тут в клеточке. К сожалению, далеко стоит. Канадский вариант карусели, короче. Карусел, карусел, кто успел, тот просел. Она в закрытом помещении походу, потому что катаются и летом, и зимой. Но так как у нас зима есть, в него внутрь, короче, разместили вот этот тигр на крыше. Тигр. Так. Походу нам скоро еду надо будет найти, потому что мы голодные. Ну и как всегда, амурский тигр. Мы участвуем в программе спасения этих животных. У нас в Эдмонтоне есть амурский тигр. Вон один спит. Я вижу его там. Или видно, вон он там валяется. И Калгари тоже участвует в программе спасения амурских тигров. Я не знаю, только одного вижу, Алеша. Вон там спящего. Походу кошки все спят. Нет никакого желания у них общаться с людьми. Здесь вот есть их родословное, чтобы их не смешивать. Вот я смотрю, тут Лашка есть. Вот он наш назвали. Катя. Байкал. То есть русские имена, очевидно, везли из Татьяны. Видите, Татьяна есть имя. Феодор. Катя. Виталий. То есть везли их из России тоже. Спасают оттуда тоже, я смотрю. Из Миннесоты. Видите, они смешивают их, чтобы линии не пересекались. Правильно? Чтобы не смешивать одну и ту же кровь. Поэтому вот здесь вот написано все родословное. Кого, куда, зачем отправляют. И каким образом они... Камчатка. Видите, вот написано вот. Камчатка. Сверху. Миша. Лашка. Ну, в общем, есть уже и российские тигры, которые отлавливают в России. Сюда привозят. И, скорее всего... Вот здесь, да, еще одна клетка есть, по-моему, да. И российские тигры, и, очевидно, те, которые уже давно разместили в американских или канадских зоопарках. То есть они все перемежевываются друг с другом и четко отслеживаются биологами для того, чтобы сохранить подобный вид в природе. И, к сожалению, может быть, мы скоро их будем наблюдать только в зоопарке. Смотрим на обычного евразийского дикого кабана. Они очень-очень-очень опасные животные. Привет, мужик. В дикой природе. Но здесь они, по ходу, к нам привыкли. Поэтому они не очень сильно обращают внимание. Слушай, ну ты круто роешь вообще. У тебя нос не болит от подобной процедуры? Слушай, а чем он там дышит? А ему опилки в нос не залетают, когда он дышит? О, вообще, слушай, обалдеть. У меня бы уже насморк был, Алексей. Короче, я бы уже вся чихала и счихалась. Ну да, они имеют свойство рыть носами очень много, короче. Что там там нищет, слушай, что там находит. Вот так вот. И чавкает, чавкает, да, слышал? У тебя нос весь уже грязный. Так, все. Серьезно. Серьезная процедура тут идет. Вот так вот. Это у них игрушечка такая, я так понимаю. Так, он явно занят чем-то таким серьезным. Мужик, ты уже по второму ходу идешь. Посмотри, там уже все перерыто. До тебя уже там были. Уже ничего не найдешь. Это красивая птичка, которая там сидит. Я не знаю, видно вам отблески всех его перьев или нет. Называется гиманайский... Заговариваюсь. Гималайский манал. Манал. Кого? Ой, ой, нервный-то какой. Слушай, вообще. Все, надо срочно все разрыть. Красивая птица. Смотрите, какая штука вам. Смотрите, какая. Походу, очень яркая красивая птица. Ну, давай, птичка, выходи оттуда. Тут воробьев больше, чем самого Манала. Так, Манал застрял за камнем. Ну, ему что-то там очень сильно надо. Мы, наверное, не будем ему мешать и пойдем дальше. Боже, ребята, я только отошла от Манала. Короче, повернула голову. Иду дальше. Ни в ус не дую. А у меня птица пролетела только что. Ну, воробей мимо уха так, что его крыло коснулось моего уха. Это что такое? Ред панда. А где она? По-моему, ее нету. Перед тем, как мы зашли в зоопарк, и мы сказали, что... Ее тут нет, да. Ну, потому что они строят тут все. Короче, летела птица, и ее крыло коснулось моего уха. Она чуть голову не смесла. Представляете? Ужас какое. This animal might be indoors or outdoors depending on the weather. То есть, я думаю, что холодно, поэтому оно indoors. Оно внутри находится. Потому что, ну, холодно. Ну, так вот, знаете, такой ветер такой, очень пронизывающий. Поэтому я думаю, что оно внутри где-то находится. У него есть там свой хэбитет какой-то. Так, стоп, мы куда идем? Мы по китайской деревне. Тут какие-то китайские мостики настроены. Идем дальше. Игорь or slept. Уд äра. От дыма. Она прин tea, и посмотрите в네요. ИгорьQ